Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну, никак я не отделаюсь от этого Трэдмила. Уже обещал, что не буду с него вещать. Ну, дело в том, что такие вещи, вот мне даже проще рассказывается, когда я хожу, а не когда я сижу перед микрофоном там в студии у себя. Короче, две даже вещи. Я их сейчас озвучу. Первое, это почему у меня будет миллион подписчиков. Ну, со временем, конечно, но будет. Вот. А второе, что хуже для человека, пить или курить? Я знал многих, которые не курили, но пили. Вот. Ну, вот я, например, не пью, но курю. Да, сохраняется у меня эта привычка. Так что хуже? Ну, вот давайте. Это всё вместе, как это ни странно. Я вам уже говорил, что Саша Сотник, я его приведу в пример, после Нового года исчез. Вот. Ну, мне подсказали, что он пообещал, что его не будет там какое-то время. Другие говорят, что он есть на Фейсбуке. Но он сам не высовывается в эфир. Вот в чём дело. И кто-то мне сказал, что он просто пьёт. И вот смотрите, ребята. Пока другие блогеры занимаются празднованием Нового года, ну и другого какого-то праздника, я вырываюсь вперёд, потому что святое место пусто не бывает. Вы посмотрите, сколько ко мне пришло народу за эти дни. У меня там было 65 едва, а сейчас уже 67 тысяч подписчиков и очень много просмотров. Очень много комментариев, шутка. Я каждый день полтора-два часа с утра, как просыпаюсь, а за ночь-то продолжаю комментировать. Это моя ночь. Ваше-то утро, а кое-где уже день. И мне приходится сидеть, вы знаете, что я на вопросы вообще на все отвечаю. Ну, кстати, ещё раз предупрежу, что если вы хотите, чтобы я точно на вопрос ответил, пишите его в новой ветке. Ну, отдельно, короче. Не где-то там вот подписывать, а отдельно, потому что я их так лучше вижу. Ребята, ну много комментариев, прикиньте, сколько. Вот, чтобы не затерялось. А вообще я стараюсь всем ответить, хотя бы смайлик поставить, когда уже в упор времени нет. Вот, и народ пришёл ко мне. Я оттягиваю на себя. Чё этих самых? Вас. Этих самых вас. Моих подписчиков, моих просто зрителей. Вот. А если бы я пил? Ну, чё бы со мной было, да? Я день работаю, день не работаю. Уже в любом случае такой темп, вот как я, в день 5-6 до 10 роликов, я, конечно, бы не выдержал. Без здоровья тут нечего делать. Вот сегодня, у меня вчера вечер был такой довольно сложный. Очень поздно спать лёг. А сегодня, ну, большинство из вас не заметил, что я довольно поздно объявился в эфире. Ну, свеженький, занимаюсь спортом, опять же. Вот, я перед Трэдмилом тут ещё погонял штангу свою. Вот, и у меня там уже на новый ролик полно очень интересно, для чего автомобильные ключи заворачивать в фольгу, ну, и так далее. Почему можно кушать на ночь, много информации. Ну, так вот, и смотрите. Вот я не пьющий, но курящий. И ещё спортом занимаюсь, да? Ну, курить надо бросать однозначно. Мне, пожалуйста, не подписывайте, я и так знаю. Но, тем не менее, я в тонусе, я работаю, я не пропускаю дни. А прикиньте, если человек в запое, ну, пускай не сотник, ладно, может быть, у него там другие какие-то дела. Или позволяет себе лишнего, пускай даже не запой. Запой это вообще выключение на несколько дней. Вот, как вы помните, вот уже на протяжении, я не знаю сколько, год больше. Я каждое утро появляюсь. Ну, там были пару раз такие дела. Вот я немножечко там не работал, день-два, но это... И это было не запой. Вы меня видели до и после. Вот. О чём это я? Ребят, пить бросайте. Дело в том, да, курение – медленная смерть. Конечно. Ну, это глупая фраза, мы не торопимся. Но смысл в том, что пьянка – это смерть ежедневная, понимаете? Вы ежедневно умираете. И на утро не годитесь, и в то время, когда пьёте. Вы никому не нужны, у вас только мысли. Ух, вам хочется, как выпил человек. Ему хочется весь мир покорить. А с утра просыпаешься и думаешь, какой же я дурак. Вот, кстати, это одна из причин, по которой я совершенно перестал употреблять алкоголь в Америке. Потому что тут много всего нового, другого. И вот вечером, вот если выпил, допустим, думаешь, а, вот так сделать, вот так, вот так, вот так. А с утра так. Ну, во-первых, с утра настроение уже не то. И уже себе не веришь, понимаете? Вот, и может быть, действительно, там были какие-то хорошие мысли. Но уже не веришь себе. А не верить себе – это последнее дело. Так что, ребята, бросайте пить. Будете жить каждый день. Вот, а насчёт миллиона подписчиков. Ну, вы, наверное, поняли, да? Что вот сейчас ко мне приходят люди. Мало того, они приходят не только на последние мои ролики, да? Они смотрят вообще, а кто это такой тут сидит? Вот, давай-ка мы посмотрим. Я вот сейчас смотрю. У меня поднимаются старые ролики. Очень много смотрят Азбуку Морзе. Смотрят моих собак Мишка, Гришка. Кто-то даже спросил, это ваши дети? Ну, можно и так сказать. Члены семьи. А то, что они дети, ну, они собачьи дети, подростки. Сколько им там, по два с лишним года, чё? Молодые совсем. Вот сейчас я с ними гулял. Опять хулиганили. А, я вчера оговорился вот вечером, но уже спать хотел. У нас плюс. Конечно, плюс. И сейчас у нас плюс. Вот, не знаю, градусов 5-6, наверное, в плюсах. Вот, а время утра. В общем, как-то так. Но обещают, конечно, у нас похолодание в будущем. Итак, ребята, вывод какой? Приходите ко мне, потому что я стабилен, ребята. Я каждый день, ну, уж по крайней мере, пару роликов я делаю. Ну, не смотрите все, если вам не интересно. Вот, у меня первый сегодня был политический. Ну, такой обозреватель. Вот, а второй я рассказывал о том, как худеть. Если вам худеть не надо, ну, и не смотрите эти ролики. Это же, конечно, невозможно. Сколько я делаю роликов, все их смотреть. Мне уже не раз говорили. Доктор, я спать хочу. Завязывайте. Я не могу оторваться. Вот, ну, ничего страшного. Можно ведь на завтра посмотреть. Оно навсегда остается в интернете, на ютюбе. Вот так, ребята, подписывайтесь. Я стабильно все рассказываю, рассказываю. Стараюсь очень популярно. Как я всегда. Знаете, у меня откуда такая привычка? Я привык своим пациентам рассказывать все очень популярно. И подробно, и конкретно. Не просто выписывал больничный там. Ну, я работал на участке педиатрическом. Не просто выписывал больничный. Объяснил, как принимать лекарства. И что у вас с этих лекарств будет. Как они работают. И что будет, если вы их не будете принимать. И так далее. Мне всегда говорили шофера. Доктор, чего ты там сидишь по часу? Каждый раз. Рассказываю, объясняю. Ну, вот с тех пор перенес свое амплуа, так сказать, на интернет, на ютюбе. Ну, вроде неплохо рассказываю. Людям нравится. Заходите ко мне. Приглашайте гостей. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И все вам самого доброго. Доктор Влад с вами. Вот моя мышь. 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 Хоп, 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 хоп.